СКУЧАЕТЕ ПО ПО ПОРОШЕНКО? У меня есть новый друг. Я лучше. Новый лучше старого. Новый украинский президент Зеленский во время своего визита в Брюссель четко обозначил приоритеты внешней политики страны. Европейская и евроатлантическая интеграция, принуждение агрессора, то есть России, к миру. Стратегический курс Украины на полное членство в Евросоюзе и НАТО, зафиксированный в Конституции Украины, остается неизменным. Это приоритет нашей международной политики. Развитие Украины в соответствии с европейскими стандартами жизни и безопасности – требования украинского общества. Я признателен Евросоюзу за неизменную позицию в отношении России. Я поинформировал моих европейских коллег об агрессии России в Донбассе и в отношении Крыма. О наших моряках, которые остаются в плену. И я признателен, что Евросоюз продолжает оказывать санкционное давление на Россию. Моя главная цель – вернуть мир на Украину. Собственно, ничего другого от Зеленского и не стоило ждать. Изменение внешнеполитических приоритетов не в его власти и не во власти любого другого украинского президента. Поэтому тут важно не то, что говорил сам президент, а то, как будут реагировать на эти слова его сограждане. Для оппонентов высказывание Зеленского – просто доказательство того, что его слова ничего не стоят. Что он может говорить в Киеве одно, в Брюсселе другое, а в Москве будет говорить третье, если его туда позовут. И как это ни странно, это представление о Зеленском, патриотического электората, совпадает с представлением той части его избирателей, которая голосовала за бывшего шоумена в надежде, что тот закончит войну и договорится с Путиным. Эти люди тоже рассчитывают, что слова Зеленского ничего не значат, что на самом деле он свой, пророссийский и обязательно капитулирует перед настоящим президентом из Кремля. Ведь Янукович тоже говорил в Брюсселе о европейской интеграции, но когда пришел решающий момент, оказался верным союзником Кремля. Я считаю, что Украина, наш стратегический партнер, была, есть и будет в силу самых различных обстоятельств. И только та часть электората Зеленского, которая голосовала за него как за лучшего Порошенко, сохраняет спокойствие. Происходит именно то, чего она ждала. Новый президент поехал в Брюссель и задекларировал принципы внешней политики предшественника. Только без коррупционных схем. Как замечательно! Сохраняться при президенте Зеленском коррупционные схемы или нет, сейчас комментировать рано. Хотя бы потому, что реальная борьба с тотальной украинской коррупцией требует ни одного и ни двух президентских сроков. Но в том, что любому украинскому президенту некуда ходить, кроме как в Брюссель и Вашингтон, не вызывает никаких сомнений. Кучма еще мог маневрировать и баловаться в многовекторность, просто потому, что его сограждане еще не полностью проели экономический потенциал, который им остался от советских времен. При Януковиче этот потенциал был уничтожен окончательно. Но у Кремля еще были деньги для поддержания украинских штанов. Да и войны с Россией Путин тогда еще не начал. Самовозможность такого столкновения казалась дикостью большинству украинцев. А у Порошенко и у Зеленского никакого выбора нет. Ни потенциала, ни российских денег. Украинцы могут сколько угодно рассказывать себе сказки о мудром и работящем украинском народе, но только вот сегодня Украина – экономический протекторат Запада. Деньги есть только там. Самостоятельно Украина содержать себя не может. Это, наверное, обидно для самолюбия, но другой Украины сегодня нет. И у Зеленского нет тоже. Так что же должен говорить в Брюсселе президент страны, сама стабильность в которой зависит от западной помощи? Самовозможность которой сопротивляться российской агрессии зависит от западной помощи. Самовозможность рассчитываться с долгами зависит от западной помощи. У него что, есть выбор? Это его мудрый избиратель может думать, что деньги на его зарплаты и пенсии печатает украинский нацбанк. А президенту все уже объяснили. И деваться ему некуда. Возможно, спустя десятилетия, когда Украина рассчитается с долгами, проведет необходимые реформы, преодолеет коррупцию, восстановит территориальную целостность и станет нормальной цивилизованной страной, у нее появится возможность выбора – на запад или на восток. Впрочем, если быть реалистом, то можно ручаться, что такая Украина, если она только появится, в сторону России даже и не посмотрит. Смисла нет. И курс до НАТО – это, прежде всего, безопасность и уровень безопасности страны, и уровень нашей армии. Что касается, я сказал, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем все вопросы на референдум, и Украина обязательно будет в нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok